Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот мы сейчас находимся в самой середине этой книги, и мы читаем про конкретные законы, которые даны израильтянам. Предыдущая, 21-я, была посвящена преступлениям в основном против личности, и о связанных с ними случаях 22-я переходит на имущество. Я обращу внимание, что ветхозаветное законодательство очень четко различает преступления против личности, за которые, как правило, смертная казнь, если это серьезное преступление, и против имущества, за которое наказывается штрафом. Довольно важно, да, потому что личность — это и образ, и подобие Бога, личность, и в конце концов, это просто личность человеческая, а имущество, ну, оно такой вот священностью не обладает, да, это просто некая стоимость, некая ценность, выражаемая в суммах. Если кто-нибудь украдет быка или овцу, или зарежет их и продаст, он должен отдать 5 быков за быка и 4 овцу за овцу. Непонятно, почему с быками более высокая стоимость, но в любом случае это штраф, кратный штраф, да. Если вор был пойман при попытке разобрать стену дома и убит, то убивший не повинен, а если это случилось после восхода солнца, то убивший виновен. А это, между прочим, примещание к этому правилу, потому что вора же могут и пришибить, да. Так вот, что значит при попытке разобрать стену дома? Это проникновение, это взлом, да. Дома были глинобитные, поэтому прокопать там с помощью кирки какой-то примитивной стену можно. Ночью такое проникновение может восприниматься как угроза, но в высокой степени и нападающего убивают. Тогда тот, кто защищал свой дом, невиновен. Днем при солнечном свете нет, потому что уже можно оценить степень угрозы и, соответственно, видимо, каким-то другим образом нейтрализовать нападающего. А если вору нечем отдать, то пусть его самого продадут в рабство за кражу. А если окруженное животное найдут у него живым, будь то бык, осыл или овца, вор должен отдать двух животных за одно. Ну, то есть, в случае, когда животное возвращается, то штраф всего лишь 100%. Если оно уже уничтожено, то штраф гораздо выше. 300 или 400, соответственно, процентов. И скидки не будет. Если нечем заплатить, значит, иди в рабство. Если кто-нибудь допустит потраву чужого поля или виноградника, выгонит скот пастись, и скот попортит чужое поле, то он должен возместить ущерб в размере самого лучшего урожая с потравленного поля или виноградника. То есть, максимум того, что можно было получить. Если зажженный огонь перейдет на кустарник, а затем погубит скирды, хлеб на корню или все поле, то, кто зажег огонь, должен возместить ущерб. Ну, а здесь, скажем так, отсутствие злого умысла, поэтому всего лишь возмещение по верхней планке без штрафа. Да, вот мы видим тоже, как эти законы, они принимают во внимание мотив. Осознанность, целенаправленность действий человека. Если один человек даст другому на хранение серебро или вещи, они будут украдены у того из дома, и вор будет пойман. То вор должен все возместить вдвойне. А если вор не пойман, то, взявший вещи на хранение, должен предстать перед Богом, чтобы подтвердить, что не он посягал на чужое добро. Вот получается, что тот, кто взял на сохранение, не является ответственным лицом, но должен подтвердить перед Богом. Во всех тяжбах о быке, осли, овце, одежде, о какой бы ни было пропавшей собственности, которую опознает истец, дело должно быть представлено Богу. Тот, кого Бог признает виновным, должен все возместить вдвойне. Ну, видимо, здесь какой-то способ такого божьего суда, который потом будет очень популярен в средневековой Европе, когда некий знак должен указать на виновного или, наоборот, на правого в том или ином судебном деле, потому что следственные органы отсутствуют, потому что, в общем-то, ничего, кроме здравого смысла, судья не может призвать себя на помощь для определения, кто прав, кто виноват, поэтому вот он возлагает эту задачу на Бога. Если один человек даст другому своего осла, быка, овцу или другую скотину, чтобы тот посмотрел за ней, а скотина сдохнет по количеству или будет угнана врагом, и свидетелей при этом не будет, то пусть их рассудит клятва Господом, чтобы подтвердилось, что тот не посягал на чужое добро. То есть, видимо, человек приносит клятву, может быть, и выше имелось в виду ровно это, и предполагается, что если он виновен, он получает от Бога некоторое наказание. Тогда хозяин скотина пусть возьмет, что от нее осталось, а смотревший за ней не должен возмещать ущерб. Но если скотина будет украдена, то смотревший за ней обязан возместить у хозяина ущерб. Если скотина будет растерзана зверями, то пусть он представит доказательство ее останки, тогда он не должен возмещать ущерб. То есть, скотина украденная возмещается, погибшая от дикого зверя, или каких-то особых обстоятельств нападения врагов, например, или болезни, нет. Очевидно, украденная скотина была без присмотра, да? А скотина заболевшая, ну, бывает, или там напали враги, ну, невозможно предвидеть, что нападут враги и угонят скот. Это форс-мажор. Вот, опять-таки, принцип форс-мажора и ответственности при его отсутствии. Если один человек возьмет другого скотину в пользование, и скотина в отсутствии хозяина пока лечится или сдохнет, то взявший ее в пользование должен возместить ущерб. Если это случилось в присутствии хозяина, то ущерб не возмещается. Однако, если скотина была взята в пользование за плату, хозяин должен получить плату. Ну, вот, смотрите, это прямо про какую-нибудь аренду автомобилей, да? Нужно возмещать ущерб, причиненный скотине, в нашем случае автомобилю, который был взят на время, но в присутствии хозяина нет. То есть ты передал ему обратно или еще не успел принять, значит, все, что происходит, это на арендодателе, а не на арендаторе. Дальше. Вдруг неожиданно на другую тему. Если мужчина совратит необрученную девушку, он должен уплатить за нее выкуп и взять ее в жены. Если отец девушки не пожелает выдавать за него дочь, то совративший все равно должен уплатить ему столько, сколько положено за девушек. Разве это не преступление против личности? У нас идут здесь преступления против имущества. А как ни странно, где-то на грани. Потому что, конечно, это преступление против личности, но совратит, имеется в виду, не изнасилует, а склонит к сожительству. И тогда, в каком-то смысле, это преступление против отца девушки, который отныне не сможет ее выдать нормально замуж. Он теряет, скажем так, вот тот выкуп, который обычно за невесту дает жених. И поэтому парень или мужчина, который это сделал, должен, соответственно, вот своей холостяцкой свободой пожертвовать для того, чтобы загладить этот проступок. Но отец может отказать ему. Интересно, что мнение девушки в данном случае никто не спрашивает, что, конечно, с нашей точки зрения, несколько неверно. Но тогда все-таки это было патриархальное общество. То есть отец понимается как глава семейства, и домочадцы ему подчиняются. А дальше вдруг сразу три преступления, окараемых смертной казнью. Колдуньи в живых не оставляй. Скотоложец должен быть предан смерти. Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан заклятию и уничтожен. Но уничтожен тоже, по-видимому, казнен. Какая же связь? Особой связи нет. Вот у нас был блог про преступления против имущества. Пошли преступления против личности. Но я бы сказал, преступления против личности бога. Колдуньи, которые прибегают к магическим ритуалам или приносят кто-то жертвы богам, помимо Господа. Причем здесь скотоложец не очень понятно, но скорее как некоторое такое осквернение божьего народа. Тот, кто, принадлежа к этому народу, допускает какие-то особо мерзкие формы разврата. И дальше тоже про личность, но уже позитивно. Не притесняй, не обижай переселенцев. Ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не притесняй вдов и сирот. Если вы будете их притеснять, то они вас зовут ко мне, и я услышу их жалобы, разгневаюсь и поражу вас мечом. И тогда уже ваши жены станут вдовами, а дети сиротами. То есть, смотрите, переселенцы — это те, кто пришел, ну, вот гастарбайтеры, по-нашему, беженцы. Те, кто пришел из других краев, люди у них обычно такие вот обстоятельства трудные, и им надо помогать вдовам и сиротам, то есть, людям, которые внутри самого израильского народа тоже остались без поддержки, тем более. Если ты дашь бедняку из моего народа серебро взаймы, то не требуй процентов, как расставщик. А зачем же тогда давать займы? А вот как люди между своими близкими, друзьями, родственниками берут займы и отдают, естественно, без процентов? И, как правило, эта ситуация печальная, эта ситуация, когда не хватает. Вот не пользуйся этой ситуацией, когда другому тяжело. Если берешь оближнему плащ в залог, то вернись до захода солнца, ведь ему больше нечем укрыться, это его одежда. Как ему спать без нее? Он вызовет ко мне, я услышу его, потому что я милосерден. Странно, при чем здесь этот плащ какой-то? Да смотрите, все очень просто. Тогда не было вот отдельных одеял, по крайней мере, у бедных людей. Человек, ложась спать, накрывался своим плащом. И у него был только один. В залог отдать плащ, что нужно срочно перехватить денег. Так вот, это только до захода солнца. Оставлять его на ночь неукрытым, он заболеет, простудится, умрет. Нельзя. Бога не хули, главу рода твоего не клини. Тоже вот такой порядок, который выстраивается, и преступление против личности. Немедли с приношением виноградного сусла. Имеется в виду какое-то жертвоприношение, связанное с виноградом. Точно неизвестно, когда и как оно производилось. Ну, в общем, исполняйте обязательства по жертвоприношению, которые у тебя есть. И тут же, отдавайте мне своих первенцев. Это уже касается и скота, крупного и мелкого. Пусть первенец семь дней остается при матери, а на восьмой день отдавай его мне. Помните, при исходе, в самом начале этой книги, мы читали, как первенцы египтян погибли, первенцы израильтян остались, и Господь по этому поводу объявляет, что первенцы израильтян — это его, собственно говоря, собственность. И вот здесь не очень конкретно сказано, что это означает отдавать первенцев на служение, как-то еще выкупать, потом будет установлена форма выкупа. Но имеется в виду, что первенцы, родившиеся у любых израильских матерей, посвящены Богу. Вы должны быть у меня людьми святыми, не ешьте мясо животных, растерзанных зверем, отдавайте его собакам. Почему? Ну, потому что вот эта вот туша растерзанного дикими зверями животного, она нечиста, но она буквально просто, вот там какие-то валяются огрызки, объедки, да, от шакалов, от волков, там, от кого-то еще, зачем это есть вам, какая-то зараза распространяется. То есть вот если есть сомнения в чистоте чего-то, что-то ешь, то оставляй это, соответственно, в стороне. Это была 22 глава, 23 будет скорее про смысловые отношения между людьми. Продолжение следует...